Чем меньше времени остается у президента Чечни Рамзана Кадырова до окончания срока, тем чаще он напоминает о себе. Мы говорим на весь мир, что являемся боевой пехотой Владимира Путина. Если поступит приказ, мы на деле докажем, что так это и есть. И это уже не просто сенсационные фильмы, снятые о его жизни. Один из самых ярких политиков и ньюсмейкеров страны. Катание на самках или винтажных мотоциклах. И даже не фейковые многомиллионные митинги, на которые насильно сгоняют бюджетников. Тысячи студентов и сотрудников Чеченского университета в Грозном приняли участие в митинге в поддержку Рамзана Кадырова. Кадыров громко напоминает всем, за что именно ему достался пост Василина Чечни. Насилие, пытки и убийства. Именно с помощью этих методов Рамзана удалось превратить свободолюбивую, постоянно бунтующую республику в послушный Кремлю регион. Избирать им, по-моему, немаловажно выбрать достойную партию, с кем бы мы хотели идти вперед. В очередной раз жертвами банды Кадырова стали правозащитники и журналисты. Начало марта. На границе Ингушетии Чечни неизвестные вооруженные люди подожгли автобус с репортерами без границ. В Ингушетии расследуют нападение на группу иностранных журналистов. Их избили накануне вечером. Их жестоко избили. Настолько, что 8 репортеров оказались в больнице. Около 20 вооруженных человек напали на журналистов и сотрудников комитета против пыток. По их словам, людей вытащили из салона автомобиля, избили, а саму машину сожгли. Норвежский журналист Эйстен Винстер рассказал подробности произошедшего изданию «Афтенпостен». Это было совершенно ужасно. Я думал, я умру. Я думал, что должен попрощаться с женой. Я сопротивлялся как мог. Я думал, что если они вытащат меня из автобуса, то убьют меня. По данным скандинавского издания «Афтенпостен», у журналиста выбиты зубы, порезаны лица и колени, многочисленные синяки. Через два часа после нападения на журналистов кадыровцы громят офис правозащитников в Ингушетии. Вооруженные люди пытались сломать камеру видеонаблюдения и выбить дверь. Юрист комитета против пыток Дмитрий Утукин опубликовал видеозаписи с камер наблюдения, на которых видны люди в масках, у некоторых из них в руках предметы, напоминающие автоматы. Следующая жертва – давний враг Рамзана, глава комитета по предотвращению пыток, член президентского совета по правам человека Игорь Каляпин. Сначала угрозы беснующейся не просто так собранной толпы у отеля, из которого его выселила дирекция гостиницы, а уже через несколько минут и само нападение. Главу комитета по предотвращению пыток Игоря Каляпина жестоко закидали яйцами, облили зеленкой и обсыпали мукой. В Кремле считают, и об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, что нападение связано исключительно с криминогенной обстановкой в Чечне, и что нападение на правозащитника ни в коей мере не повлияет на карьеру главы Чечни Рамзана Кадырова. Они, в общем, не имеют никакого представления, что такое закон о полиции. Они не знают и никогда не будут знать никаких приказов министра внутренних дел. Для них это вообще китайская грамота. И они себя не идентифицируют совершенно с Министерством внутренних дел Российской Федерации. Они себя идентифицируют с генералом полиции Кадыровым. Для них, собственно, даже не важно, что он там генерал полиции. Он для них все. Вседозволенность и жестокость – фирменный стиль хозяина Кавказа. В путинской России Кадыров может творить все, что захочет. Ведь точно знает, что останется безнаказанным. Чечня фактически имеет почти полную независимость. Вооруженные силы Кадырова, их можно так и не называть, они бесконтрольны. И речь идет не только об убийстве Немцова. Кадыров в прямую угрожает многим российским гражданам. Кадырова боятся, причем даже воскопоставленные российские политики. И понятно, почему боятся. Ведь в распоряжении Рамзана собственная армия – 40 тысяч верных солдат. За него возносят Аллаху пятничные молитвы. И снимают заказные телепрограммы, где в худших традициях псевдожурналистики преподносят лживо-сенсационную информацию. Я правильно понимаю, что вы хотите оставить свой пост? С удовольствием. От удивления нет даже скорее от шока. У его личного оператора задрожала камера. Сотрудники пресс-службы, охрана, все зашептались. Да что он такое говорит? Я говорю, что вот мое время уже пришло. Есть, бывает, у человека предел. И это предел для Кадырова, вот, пик, я считаю. Наглость Кадырова поистине безгранична. Будем сносить дома, выселять семей. Он готов наводить свои порядки не только в России, а еще и в Украине. Пойти в Донбасс, чтобы именно вот таких, как этих шайтанов, ловить и уничтожать. В Сирии. Там не только должны использовать военно-воздушные силы, а там и должна использоваться пехота. Он рвется воевать со всем миром. Мы говорим на весь мир, что являемся боевой пехотой Владимира Путина. Если поступить приказ, мы на деле докадем, что так это и есть. Грубая лесть и полная политическая лояльность Кремлю и лично президенту РФ хорошо оплачивается. Самые большие в мире фонтаны. Горнолыжные курорты или бизнес-центры будущего. Было положено начало ряду масштабных строительных проектов. Горнолыжный курорт «Ведучи» с трассами общей протяженностью 46 километров, комфортабельными гостиницами и шале в традиционном чеченском стиле. Кадырову это все по плечу. Хотя и тут есть одна маленькая нестыковка. Ведь платит не он из своего кармана. За него платит Россия-матушка. Россия платит дань Чечне. Ни один российский регион не получает столько денег из государственной казны. Причем эти деньги тратятся, знаете, так вот с помпой. Показывается, что в Чечне строятся стройки века. Там самая большая мечеть. Покупаются футболисты для чеченского клуба за баснословные цены и так далее. То есть деньги тратятся так, как не тратятся ни в одном российском регионе. Кадыров правит Чечнёй с 2007 года. Путин старания хозяина Кавказа очень ценит. Первому президенту республики спасибо нынешнему руководителю. Кадыров пользуется такими преференциями, а Путин, в свою очередь, все прихоти его, вот в буквальном смысле этого слова, все его прихоти выполняет. Идут огромные средства, причем они идут не именно в бюджет Чечни, они идут напрямую через эти фонды фейковые, как фонд Аймани Кадыровой. Они идут просто в карман от семейства Кадыровых. Рамзан деньги отрабатывает по полной. Именно на его совести, как утверждают эксперты, несколько так и не раскрытых до сих пор резонансных убийств. 2006 год. В подъезде собственного дома убита журналистка Анна Политковская. Она жестко критиковала клан Кадыровых и президента Путина. Результат – Плитковскую застрелили в собственном подъезде. Кадыров младший, человек крайне лживый. Он умеет лизать ручку большого белого царя и умеет при этом, абсолютно не стесняясь, в один и тот же день говорить про этого белого царя по-чеченски своим людям по телевидению, что мы найдем ему место. Если убийцы оппозиционной журналистки так и остались официально неназванными, то в деле Бориса Немцова явно наметился кадыровский след. След, на который вывели всех сами ФСБшники. В действиях Рамзана Ахматовича Кадырова прослеживается определенная нервозность. Иначе Кадыров не стал бы проводить столь шумную, яркую пиар-компанию основными негативными героями, которые стали внесистемные оппозиционеры, де-факто ничем ему не выражающие. Очевидно, что российские силовики Кадырова недолюбливают и давно. Заявление главы Чеченской республики Рамзана Кадырова об открытии огня на поражение по правоохранителям в МВД России назвали недопустимым. Рамзана Кадырова глубоко ненавидят, особенно в спецслужбах, в МВД тоже, как в этом мире. К сожалению, они все подчинены Путину, а Путин решил, что Кадыров ему полезен и его пока используют. Никакой там сентиментальности, ничего там нету, просто выгоден пока, и поэтому Кадыров есть пока. Сегодня разговоры властелина Чечни о том, что «я устал, я ухожу» не более чем блеф. Скорее, это все выглядит как простое самолюбование и дополнительное привлечение внимания. Ну и, конечно же, очередная возможность полюбоваться с собою на голубом экране. Вы хотите оставить свой пост? С удовольствием. Жестокость, противовес ФСБ и непоколевимая лояльность Рамзана лично президенту РФ – главная заслуга Кадырова. А раз так, убийства журналистов и правозащитников, всех тех, кто пытается сказать правду в России, будут продолжаться. Кадыров на Кавказе – это выгодно. Кто не понял, тот поймет.